Всем привет! Это канал Снабля по пути, и мы находимся в Германии. Сегодня мы отправляемся посмотреть известный во всем мире замок Нойшланштайн. Для того, чтобы увидеть, нам необходимо доехать до городка Фюсен, рядом с которым он расположен. И мы сейчас на своем автомобиле должны преодолеть еще порядка 70 километров. Идет очень сильный дождь, на дороге видимость слабенькая, машины как в тумане все едут. Хотя, по прогнозу, там должно быть в замке без дождя паспорта, но вроде местами солнца. Честно говоря, как-то я сомневаюсь, все затянуто, небо до самого горизонта, и горизонт как-то сливается с землей. Надеюсь, там будет сухо, и мы сможем снять хороший репортаж об этом прекрасном месте. Мы приехали в замок Нойшланштайн, и здесь очень много туристов, все парковки переполнены. На некоторых даже написано, нет мест. Мы заехали на одну, даже мужчина связался по рации, там сказали, на четвертой линии есть одно свободное место. Дал нам билетик. Стоит это 7 евро на линь. Работает до 21 часа. Мы можем здесь погулять, здесь много ресторанов. Сейчас идет дождь, прогноз нас подвел. Тем не менее, мы все равно, раз уж сюда приехали, обязательно пойдем в замок. А пока вроде видим просветы в небе, и воспользуемся моментом, и что-нибудь перекусим. Как обычно. Что здесь еще делать? В общем, как Рома сказал, мы оставили машину на парковке и пошли в сторону замка. Мы дошли до кассы, где продают билеты, и тут обнаружили, во-первых, невероятное количество людей. Ну, как невероятное, много людей. Но самое главное, что ближайший вход в замок только в 5.30, а сейчас час дня. То есть, раньше, чем в 5.30, мы в замок не попадем. Никаких вариантов нет. Но вот сейчас мы стоим в этой очереди. Она дойдет. Посмотрим, сколько стоит еще билет. И решим, что делать дальше. Брать билет и где-то гулять или съездить куда-то до 5 часов, до 5.30. Или что, или как. В общем, сейчас дойдет очередь наша и решим. В общем, пока наша идет очередь, появились две хорошие новости. Во-первых, пока, по крайней мере, перестал идти дождь. А во-вторых, появился вход на 15.40 с аудиогидом. То есть, не с экскурсией, а с аудиогидом. Нам абсолютно подходит. Если она не исчезнет куда-нибудь, пока наша очередь дойдет, то это будет отличный вариант. Итак, друзья, мы приобрели билеты в замок. Нам повезло. Нам досталось время 16.05 с аудиогидом. По мне, так это еще лучше, чем экскурсия групповая, когда все ходят одной большой толпой. Еще одна хорошая новость в том, что аудиогид на русском языке. Так что, вообще, прекрасно нам будет все понятно. Не очень хорошая новость заключается в том, что снимать внутри замка, фотографировать и снимать видео категорически запрещено. Поэтому, к сожалению, мы сможем снять только замок снаружи. Надеюсь, что облака приподнимутся, и его будет видно хорошо. И еще, если это для вас важно, то животные в замок тоже не допускаются. То есть, если вы путешествуете с собачкой, то ее придется оставить где-то, где-то в машине. Не знаю, может, здесь есть какие-то места. В общем, животные не допускаются. Снимать нельзя, фотографировать нельзя. В замок заходить можно. Ждем своего времени, а пока пойдем где-то перекусим. Мы уже прилично проголодались. Возле замка очень много разных кафе. Погода не очень располагает к тому, чтобы долго искать. Поэтому мы нашли ближайшее, которое нам понравилось. Называется оно Альпенштубен, видимо, наверное, если я правильно читаю. Вот здесь очень много специалитетов. То есть, местные в кухне. Есть, конечно, и международные немножко, но в основном местные. И цены повыше, чем в городе, в городах, где мы были. Но зато есть разные интересные блюда. Например, гуляш из оленя. А я для себя заказал самое, пожалуй, популярное блюдо в Германии. Но, скорее всего, не в Баварии. В Берлине называется она карри-бюрст. Это сосиска с соусом карри. Не знаю почему, наверное, в Берлине она появилась впервые. Потому что у всех ассоциаций у меня тоже, что это, в первую очередь, берлинское блюдо. Но раз оно еще и недорогое, то почему бы его не заказать с какой-нибудь кружечкой темного пива. Мы принесли нашей с Настей сосиски с картофелем и капустой. Это классическая подача немецкая. Вот эти сосиски, конечно, это не такие сосиски, которые продаются в магазине. Вот там внутри настоящее мясо. Вообще, насколько я знаю, по законодательству в Германии и в Австрии в сосисках, вот таких, которые подают в ресторане, могут быть только мясо, соль, специи. Вот и все. То есть ничего постороннего там быть не должно. Поэтому спокойно можно есть в Германии сосиски. У меня классическая сосиска выглядит точно так же, как ее подают в Берлине. Мне кажется, в любом сувенирной лавке там это можно купить. На вкус индийская сосиска. Наверное, они в Индии едят именно так. Но меня здесь больше всего интересует картофельный салат. Пево о том, что эту сосиску принято подавать с картофелем фри. Но я небольшой любитель картофеля фри, попросил заменить меня. Мне принесли интересный такой картофельный салат вообще в разных странах. Потому что я люблю картофель. Я пробую. И везде есть картофельный салат. Есть он и в Америке, есть и в Черногории, где мы сейчас живем. Но здесь, в Германии, он немножечко другой. Здесь очень мелко нарубленный свежий огурец, картофельный салат и в каком-то необычном соусе, в каком-то яичном. Вообще вкусно, мне понравилось. Пиво. Пью. Несмотря на то, что написано по улайнер, я попросил маленькую. Мне опять принесли 0,5. Называется Король Людвиг. Я думаю, Король Людвиг, вот все это связано с Королем Людвиг. Дело в том, что именно Король Людвиг Второй построил всем известный замок Нойншвайнштайн. Продолжение следует... Радость-то какая, друзья. Погода наладилась. Ура! Пока мы ели, наладилась погода. И мы сейчас идем в замок, но на выходе из нашего ресторана мы обнаружили чудесный сувенирный магазин. И тут, конечно, частично, ну как обычно во всех сувенирных магазинах, всякие китайские всякие штучки. Назовем их так. Но помимо этого куча реально классных таких баварских вещей. Шляпы, какие-то костюмы, платья детские. Очень забавные вещи. И мы сейчас купим Насте шляпу. Но не такую. Такие шляпы ей большие, к сожалению. Все очень большие, зато вот такая... Зато вот такая очень классная шапка. Смотрите, какая. Настя, тебе идет. Ты прямо скандинавская женщина-воин. Сразу видно. Да, Настя? Это из мультика про ночную фурию. Это из мультика про ночную фурию, да. Это правда. Это правда. Викинги. Ты викинг, Настя, да? Да. Ну вот, друзья, мы идем в замок. Наконец-то. Смотрите, какая прелесть. Погода наладилась. Этот ливень, который лил с самого утра и всю дорогу. И когда мы приехали сюда, он прекратился. И мы идем в замок. Стало просто сумасшедше, красиво. Облака начали подниматься. Замок стало видно. Вот. И мы сейчас самую увидим красоту. Друзья, не повторяйте нашего упущения. Везде, где мы были, в городах Германии, в Регенсбурге, во Франкфурте, нигде не было народу. Такое было чувство, что вся Германия уехала куда-то на море. И мы совершенно не подумали, что здесь может оказаться много людей. На самом деле можно было зарезервировать билеты в замок. Не стоять в очереди. Выбрать время, которое вам удобно. Поэтому, если вы решите сюда поехать, а вы обязательно должны, сейчас мы подойдем ближе, и вы поймете, что вам надо обязательно сюда приехать, резервируйте билеты заранее, и будет вам удобное время и отсутствие очередей. Ну вот. А мы идем нам 20 минут идти в гору по серпантину в замок. Кроме того, что подняться в гору пешком до замка, вы можете доехать туда на лошадке. Ну и обратно, конечно, тоже. Вот в такой прикольной тележке можно прокатиться. Дополнительный аттракцион для детей и для взрослых. Ну и пройтись хорошо. Мы, как всегда, выбираем пройтись. Это полезно. Друзья, я прошу прощения, я такая запыхавшаяся, пока мы все так снимали, живописные виды, мы начали опаздывать к своему времени, и пришлось Насте нести на руках, поэтому я такая немного вся запыхалась. Мы подошли к замку, и, к сожалению, временно мы с вами прощаемся, потому что внутри снимать, как я уже говорила, нельзя категорически. Везде знаки, forbidden и все такое, вот, поэтому про то, что внутри, мы расскажем отдельно. Пока. Итак, мы в замке Нойшвайнштайн. Дословно он переводится, как новый лебединый камень. Ну, или скала, или утес, как хотите. Хотя красивее всего звучит лебединый замок. Построен он был в 19 веке баварским королем Людвигом II. И хоть снимать в этом замке музеи категорически запрещено, некоторые комнаты и коридоры все-таки можно. Например, можно снимать кухню или местный кафе-ресторан. Здесь, кстати, все выглядит так же, как и во времена Людвига. Ничего не тронуто. Разве что шкафы заменены на витрины. Но самое впечатляющее, это, конечно же, вид с террасы. Народу здесь, само собой, очень много. Я бы даже сказал слишком. Все хотят сфотографировать на память это место. Но оно и правда того стоит. Ну что же, посмотрим на замок в тех его комнатах, где камеру и даже телефон доставать запрещено. Поднимаясь по узким коридорам башен этого замка, вы начинаете как будто проваливаться в прошлое. И это впечатление не передать через экран. Но зато оно просто витает в воздухе. Начну с того, что этот замок построен Людвигом Вторым. Точнее, он был его заказчиком и вдохновителем. Но так как непосредственно участвовал в разработке проекта и всех его чертежей, то замок считается его личным творением. Хотя архитектором является Эдуард Риддель. Вообще, король Баварии Людвиг Второй Отто Фридрих Вильгельм Баварский построил несколько замков, а точнее три. Но самый известный – Нойшванштайн. И благодаря своему пристрастию к постройке замков, а также эксцентричному поведению, Людвига прозвали сказочным королем. Молодой, красивый и высокий, ростом метр девяносто один сантиметр, король Людвиг тяготел к музыке, архитектуре и поэзии. И совсем не любил политику и военные дела. Многие его считали сумасшедшим, хотя официального подтверждения этому не найдено. Просто он был немного чудаковатым и отличался от своих предшественников. Но так как недоброжелатели хотели сместить его с трона, то пускали слухи о его безумстве. Замок Нойшванштайн, который построил Людвиг II, является воплощением его пристрастий и интересов. Король был очень религиозным человеком, любил книги и, конечно, музыку. Поэтому в замке для этого были построены залы и комнаты. Здесь он мог слушать музыку в окружении сотен горящих свечей. Ему читали книги, и здесь он мог спокойно мечтать. Вдали от суеты и королевских обязанностей. Он всегда обедал один, но стол накрывали на 3-4 персоны. Так король мог общаться с духами династии Бурбонов и мадам Пампадур. Известный теолог того времени, Игнац фон Деллингер, писал, «Наш король просто живет в мире фантазий и ничего не хочет знать о прозе жизни». О прозе жизни такова, что прожив в недостроенном замке всего 172 дня, король Людвиг II был насильно увезен под охраной. И 13 июня 1886 года, при загадочных обстоятельствах, его тело было найдено в озере Штарнберг, куда он отправился на прогулку. А после его смерти замок перестал быть королевской резиденцией. Его превратили в музей, чтобы окупить долги, в которых погряз Людвиг II ради строительства замка. Таким образом, примерно через 10 лет замок окупился. Долги были выплачены, а музей так и остался музеем. И сейчас является одним из самых популярных мест у туристов, ведь за год его посещает более миллиона человек. «Я строю свои замки для того, чтобы в них могли жить мечты и идеал красоты», говорил Людвиг II. Люди должны знать, что здесь возникает прекрасное только ради прекрасного. Прекрасное без цели. Сейчас мы уже спускаемся вниз. Кстати, внутри замка снимать нельзя, но потом мы вышли на балкончик, и там снимать было можно. Ну, по крайней мере, все снимали, никто не запрещал. И оттуда открывается просто потрясающий вид на долину, на озеро, на домики. Очень красиво. И нам опять повезло. Нам, кстати, очень часто везет с погодой в таких мероприятиях. Облака как-то приподнялись, и вышло солнце, и мы сняли и посмотрели просто потрясающие виды. А сейчас облака опять опустились, и снова туман, и ничего не видно. Так что нам повезло, и это очень супер. Сейчас, как я уже сказала, мы спускаемся вниз, едем дальше. Спасибо большое, что вы посмотрели этот выпуск. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте лайк, нажимайте обязательно колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Вас ждет еще много-много всего интересного. А сейчас всем удачи, всем пока. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok